Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Тема данного доклада – промежуточные результаты межклинического проекта лечения гигантоклеточной опухоли. Говоря о гигантоклеточной опухоли, а именно о статистике, то по последним данным гигантоклеточной опухоли составляют 3,5% от общего числа первичных заболеваний костей и 15-20% от общего числа доброкачественных заболеваний костей. Счастье встречаемости в Европе, по данным Швеции, составляет 1,3 на 1 миллион населения. Если говорить о количестве обращений в российский онкологический научный центр, то на 2014 год приходится 35 обращений, 2015 год – 31 обращения и 2016 год – 29 обращений. В структуре заболеваемости гигантоклеточной опухоли преобладает в отношении половой принадлежности женский пол. Средний возраст от 20 до 50 лет пик заболеваемости приходится на третье десятилетие. Если говорить о локализации первичного очага, то в основном 50-60% это структура коленного сустава, антистальный отдел бедренной кости, максимальный отдел большеперцовой кости, 4-9% – это крестец, и на локализацию тела позвонка приходится примерно 3-6%. В 10-15% случаев первичным проявлением гигантоклеточной опухоли является патологический перелом. Помимо солитарного поражения гигантоклеточной опухоли также встречается и мультицентричное поражение, на долю которого приходится 1% случаев. Опухоль обладает низким метастатическим потенциалом, частота встречаемости вторичных изменений в лёгких составляет примерно 6%. В 5-10% случаев наступает изокочисление процесса с развитием в остеосаркомы, злокачественные фиброзные гистиоцитомы и хондросаркомы. Местное рецидивирование достигает порядка 70% случаев в зависимости от объёма хирургического вмешательства. Если говорить о морфологических особенностях гигантоклеточной опухоли, то она состоит в основном из двух типов клеток. Это гигантские многоядерные остеоклассно-подобные клетки и одноядерные. Согласно современным представлениям, одноядерные клетки представляют собой паренхему опухоли, в то время как гигантские многоядерные остеоклассно-подобные клетки вторичны и образуются под воздействием факторов, которые активируют их и которые продуцируются одноядерными клетками. Важной особенностью гигантоклеточной опухоли является эмбриональный тип кровообращения, то есть не по замкнутым кровеносным просветам сосудов, а по межклеточным пространствам, что способствует заблачиванию тканей опухоли и образованию в нейсерозных геморрагических кист. Для опухоли характерно циклическое течение с периодами активного агрессивного роста, который сопровождается разрушением костной ткани, этот процесс может заниматься от недели до месяца, и рост опухоли активизируется во время беременности и после травмы. Существует несколько различных классификаций, которые основываются на рентгенологических, клинических и гистологических признаках. Например, классификация по компонатче, которая основывается на рентгенологических признаках, или классификация по Айнкину, которая учитывает помимо рентгенологических, даже гистологические и клинические признаки. Однако данные классификации затруднены в повседневной практике, так как слабо коррелируют с гистологической картиной, и на их основании очень тяжело прогнозировать дальнейшее течение заболевания. Варианты лечения гигантоклеточной опухоли различны, предпочтение отдаётся хирургическому вмешательству и ввиду высокого риска развития местного рецидива, применяются с тем или иным успехом различные способы местной обработки локального поражения. Также существует вариант лекарственного лечения. Цитотоксическая химиотерапия не является стандартным лечением гигантоклеточной опухоли, за исключением её злокачественных вариантов, либо же невозможности проведения оперативного вмешательства. Другой опцией лечения является таргетная терапия, а именно применение деносумаба. Если говорить о костной деструкции, необходимо упомянуть о таких терминах, как ранг, ранг-легант, есть о протагирине, которые способствуют разрушению аминокостной деструкции, что лежит в основе гигантоклеточной опухоли. Деносумаба представляет собой полностью гуманизированное моноклональное антитело к ранг-леганту. Он нейтрализует действия ранг-леганта и уменьшает количество остеокластов, что и является антирезоптированным действием деносумаба. Существует несколько клинических исследований, у нас в данный момент уже проведённых, которые демонстрируют впечатляющие результаты. Объективный ответ на применение деносумаба составляет от 70 до 80%. Также отмечаются нежелательные явления, в основном это боли в суставах, спине и конечностях, гипопосфотемии, головная боль, утовляемость, тошнота. В 1% случаев развивается остеонекроз челюсти. Однако на данный момент существенной проблемой применения деносумаба является то, что до сих пор неизвестно. Как долго применять деносумаб, на каком количестве ведения нужно остановиться, какая должна быть получена рентгенологическая клиническая картина и что делать дальше. Оставаться на динамическом наблюдении или переходить на хирургическое вмешательство. В каком объёме это хирургическое вмешательство должно быть выполнено. Именно поэтому было не инициировано данное исследование, в которое включено 12 клиник. Из них с момента старта исследования, на который приходится август 2016 года, 6 клиник вносили свои данные по пациентам. Это российский онкологический научный центр, институт рентген-рентгенологии, институт имени Вредена, Санкт-Петербургский научно-практический центр, Обнинск и Томск. С чего нужно было начать? Нужно было зайти на сайт ECG Восточно-европейской саркомной группы, перейти на вкладку специалистам, выбрать раздел системы отчёта пациентов, зайти в систему либо зарегистрироваться, выбрать вариант для гигантоклеточной опухоли и вводить данные по своим пациентам. Помимо первичных данных, это данные о лечении, и хирургическое лечение, и лечение доносомабом, очень важно было вносить данные по результатам послеоперационного гистологического исследования, а именно степени патоморфоза лечебного. Как я уже сказала, с августа 2016 года по май 2017 года, а именно тогда мы сделали первый срез по нашему исследованию, в базе данных было зарегистрировано 63 пациента, большинство пациентов из Российского онкологического научного центра, 12 пациентов из Обнинска, 3 пациента из Санкт-Петербурга, 5 пациентов из рентгенорадиологии и 1 пациент из Томска. Если говорить отдельно по клиникам, то из Российского онкологического научного центра зарегистрировано 42 пациента. Что касается локализации, то это в основном дистальный отдел бедренной кости, максимальный отдел большой берцовой кости, и третье место между собой делит кости таза, это крестец крестцово-подвздошное сочленение, подвздошная кость и дистальный отдел лучевой кости. Если говорить о эпидемиологических данных, то средний возраст пациентов составил 35 лет, от 21 до 70 лет. В основном преобладали мужчины. Пациенты прибывали из Центрального федерального округа, из Приволжского федерального округа, Южного федерального округа, Дальневосточного, Серого-Кавказского. Из Крыма 2 пациента, и по 1 пациента из Хантамансийска и Узбекистана. Из 42 пациентов 2 пациента, 2 случая с злокачественным вариантом гигантоклеточной опухоли, в обоих случаях без вторичных изменений, 4 случая с вторичными изменениями, 3 – это метастазы в лёгкие, 1 – с метастазами в лимфоузлы из средостения, и в 14% случаев была зарегистрирована угроза патологического перелома. Из них 5 случаев дистально одел бедренные кости. Что касается предыдущего лечения, практически 70% пациентов диагноз гигантоклеточной опухоли был установлен в Российском онкологическом научном центре. Один пациент обратился с нестабильностью протеза, и в остальных случаях – это 26% пациентов с признаками рецидива. 9 случаев – первый рецидив, и 2 случая – это второй рецидив. Два пациента – у одного метастаза в лёгкие, у другого метастаза в лимфоузлы из средостения. Что касается предыдущего лечения у данных пациентов, в 50% случаев это была экскорсляция с пластикодефекта костным цементом. Данные пациенты, 42 пациента, как повторюсь, были разделены на 3 группы. В первую группу вошли пациенты, только получающие ДНСУМАП на данный момент, либо уже которые завершили лечение. Из них 40% – это пациенты с признаками рецидива, один случай с злокачественным вариантом гигантоклеточной опухоли, три случая с вторичными изменениями. Среднее введение ДНСУМАПа составило 14 инъекций, максимальное – 32. 13 пациентов получали лечение непрерывно. В одном случае было подозрение на некроз нижней челюсти, но на фоне 20 введения ДНСУМАПа, но после проведенных дополнительных исследований, данное осложнение было исключено. Три пациента на данный момент завершили лечение в неодиуматном режиме и готовятся уже к операции. Один пациент фигурирует и в этой группе пациентов, и в другой, так как у него наблюдаются вторичные изменения в лёгких, он получал ДНСУМАП в неодиуматном режиме и после операции продолжает его получать. Другая группа пациентов – это пациенты, которые получали ДНСУМАП в неодиуматной, и которым было проведено хирургическое вмешательство. Это 12 пациентов, из них с вторичными изменениями. Один пациент, про которого я уже говорила, среднее введение ДНСУМАПа составило 17 инъекций. Одному пациенту с гигантоклеточной опухолью крестца была дважды выполнена эмболизация с промежутком в один месяц перед операцией, имеется в виду. И что касается полученных результатов среди этой группы больных, пять пациентов получали ДНСУМАП. После достижения стабилизации заболевания они были отправлены на генномическое наблюдение, которое в среднем составило 6 месяцев. Через 6 месяцев, по данным генологического исследования, был обнаружен рецидив заболевания, отрицательная динамика. Половина из них был дополнительно назначен ДНСУМАП предоперационно, а другая половина им непосредственно было выполнено хирургическое вмешательство. В основном была выполнена эксцехляция с пластикой, костным цементом. Два случая с лечебным патоморфозом в 100%, два случая без признаков лечебного патоморфоза. Один случай, пациент получал ДНСУМАП 15 инъекций, после 15 инъекций было проведено контрольное исследование, по которому была зарегистрирована отрицательная динамика. Пациент был взят на хирургическое лечение, он был выполнен эксцехляцией с пластико-биокомпозитным материалом, и лечебный патоморфоз составил 100%. Стоит отметить, что до этого 12 в день, это практически 9 месяцев, у пациента сначала наблюдалась положительная динамика, а затем стабилизация процесса. Оставшиеся 5 пациентов, это те, которые получали ДНСУМАП непрерывно, и им было выполнено хирургическое вмешательство. 100% получили у пациента с количеством инъекций в 24. У одного пациента признаков лечебного патоморфоза не было обнаружено. Из этих 12 пациентов 40%, в дальнейшем мы их наблюдали, развился рецидив. Я их разделила на две группы. Одна группа – это пациента, которому было выполнено хирургическое вмешательство в объеме эксцехляции с пластико-биокомпозитным материалом. Стоит отметить, что в одном случае у пациента до этого лечебный патоморфоз был без признаков лечебного патоморфоза. Через 4 месяца прогрессирования заболевания, опять же, выполнена хирургическая опухоль, с пластикой, уже костным цементом, 10 месяцев контроля, прогрессирование, и выполнена уже резекция с эндопротезированием. На данный момент, естественно, признаков заболевания нет. И другой пациент с гигантоклеточной опухолью лучевой кости. Ему было проведено лечение доносомабом, выполнена операция, 100% лечебный патоморфоз. Через 3 месяца провели контрольное исследование. Появилось сомнение о том, что есть остаточная опухоль, выполнена повторная операция, однако опухлевых клеток у материала не было обнаружено. И оставшиеся 3 пациента с рецидивом, им была выполнена экскляция с пластикой, костным цементом. В одном случае лечебный патоморфоз составил 0%, в другом случае 100%. Стоит отметить, что через 2 месяца было проведено контрольное исследование, остаточная опухоль, выполнена операция, и по данным гистологического исследования степень лечебного патоморфоза составила первую степень. И оставшаяся группа больных из 42 – это 16 пациентов, у которых было только выполнено хирургическое лечение. 25% из них составило пациентов, у которых была угроза патологического перелома. В одном случае, как я уже до этого упоминала, нестабильность протеза, один случай злокачественного варианта гиганта клеточной опухоли, в основном пациентам была выполнена резекция с эндопротезированием. Институт рентген-радиологии. 5 пациентов. В основном локализация – это максимальное отдело большеверцовой кости. Средний возраст составил 38 лет, 4 пациента мужского пола. В основном центральный федеральный округ, затем Урал, сибирский федеральный округ, и есть пациенты из Китая. По количеству введения, 3 пациента получали деносомаб в общем количестве, 11 введений, 2 пациента 9 инъекции деносомабом. Одному пациенту была выполнена операция в объеме ампутации четвертого пальца кисти. Гистологическое заключение признаки третьего степени лечебного патоморфоза – 95%. По одному пациенту из Томска и из Санкт-Петербурга, к сожалению, здесь информация только о возрасте, о поле и локализации образования, о лечении информации нет. Два пациента из клиники Моисеенко, точно то же самое, возраст, пол, локализация. Есть информация о том, что пациенту было назначено лечение в декабре и в январе, но затем информация о том, в каком состоянии сейчас эти больные, что им было дальше приведено, была ли операция, данной информации нет. Из Томска – 12 пациентов, средний возраст, тут указано только у 4 пациентов, от 22 до 56 лет, 8 пациентов мужского пола, в основном из Центрального федерального округа, Урал, Приволжский федеральный округ и Серово-Кавказский. Суммируя общие данные по 63 больным, в основном локализация приходит на большеберцовую кость и на бедренную кость. По половой принадлежности преобладают мужчины. Что касается регионов, это Центральный федеральный округ и Приволжский федеральный округ. Пока что лечение говорить сложно, потому что адекватные данные есть только по Российскому онкологическому научному центру и по Институту рентгенорадиологии. И выводы следующие. Из заявленных клиник, до 12 клиников, только 6 вводили данные о своих пациентах, при этом адекватные данные именно о том объеме лечения, которое было им выполнено, есть только о двух клиниках. Это Российский онкологический научный центр и Институт рентгенорадиологии. Но при этом за 10 месяцев исследования уже есть достаточно серьезный материал. Стоит отметить, что данные исследования будут проходить до августа 2018 года, по окончанию которого будет написана очень большая, серьезная статья. Она будет опубликована не только в нашем журнале, но и в других журналах, в том числе международных. Поэтому все те, кто будет вводить свои данные, кто будет с нами сотрудничать, будут указаны в этой статье как соавтора. И в заключении клинический случай. Это пациентка 39 лет с гигантоклеточной опухолью проксимального отдела права большеберцовой кости и было назначено лечение Деносумамбом. 12 введений, начиная с 2015 года. Была достигнута стабилизация, процесс и пациентку было отправлено на динамическое наблюдение, которое составило 6 месяцев. На 6 месяц наблюдения зарегистрировано прогрессированное заболевание. Дополнительно назначили Деносумамб 3 месяца и выполнено операцию в объемах сухолиации с пластикой дефекта костным цементом. Степень лечебного патоморфоза составила 90%. Пациентка была отправлена на динамическое наблюдение. К сожалению, на 9 месяц было зарегистрировано прогрессирование заболевания. Также повторно в мае 2017 года выполнена операция с пластикой дефекта уже биокомпозитным материалом. И рентгенологические картинки это первое до начала лечения, после 6 введений, это 3 месяца после 12 введений, это 9 месяцев, после чего мы отправили на динамическое наблюдение. Через 6 месяцев наблюдения зарегистрировано прогрессирование заболевания. Пациентке было назначено дополнительно Деносумамб. Это макроскопическая картинка операционного материала. Вторые сутки после операции микроскопическая картинка на первом рисунке представлен биопсидный материал и на втором рисунке представлен материал послеоперационный. Более 90% опухоли замещено волокнистой костью с малоклеточной соединительной тканью. 9 месяцев наблюдения видим костный цемент, по краю которого рецидив заболевания. выполнена повторная операция с пластика, как я уже сказала, уже биокомпозитным материалом и наблюдение за данной пациенткой продолжается. Спасибо за внимание. Еще раз повторяюсь, исследование продолжается. Как я уже говорила, для того, чтобы в нем принять участие, нужно вводить данные на сайте ECG. Если вдруг какие-то возникают вопросы, я указала свои данные, это e-mail и номер телефона. Спасибо большое. Спасибо, Анастасия Алексеевна. Мне уже стыдно. Завтра я со своими коллегами проведу работу, потому что мне говорят, что внесено 5. Оказалось, что все-таки 2. Но вместе с тем, Анастасия Алексеевна, вот эта тема, это, наверное, один из тех случаев, где мы идем в ногу с зарубежными нашими коллегами. Действительно, никто не знает ни сроки введения ДНС-МАБа, никто не знает, с чего начинать, с оперативного лечения, ни с оперативного лечения. Стоит ли проводить лекарственную терапию, потом наблюдать, или стоит проводить лекарственную терапию, сразу оперировать. Как отслеживать? Только рентгенографическим контролем, либо все-таки производить повторную биопсию с целью оценки вот этих классных систем. В связи с этим, конечно, речь идет о российском, как бы, таком достаточно хорошем проекте. Ваши планы, представления, это где-то на зарубежных каких-то конференциях, это ЭСМО, может быть, АСКО. И в связи с этим, какие ответы вы ожидаете от этой работы увидеть? Вот глобально. Виталий Викторович, спасибо большое за вопрос. Да, безусловно, мы планируем, как я уже сказала, сделать такое красивое исследование, написать хорошую статью, и если, конечно, получится, то хотелось бы выступить, как вы сказали, ЭСМО, может быть, АСКО получится, я не знаю. По поводу ответов, нам хотелось бы понять все-таки, что делать. Во-первых, локализация может быть разной, дефект разный, и это не только большеберцовая, бедренная кость. Очень часто к нам поступают пациенты с локализацией в костях таза, достаточно серьезные случаи, поэтому хотелось бы на основании этих исследований все-таки понять, что с ними делать, как долго их лечить, потому что есть, я показывала, и максимальное введение было 35 негцидоносумаба. Сейчас вот недавно приходила девочка с гигантоклеточной опухолью крестца 24 видения. Было недавно, вот сейчас будем проводить контрольное исследование, дополнительно вводим доносумаб, молодой человек, 23 года, гигантоклеточная опухоль позвонка ТХ1-ТХ3. У него была очень такая яркая неврологический, такой яркий неврологический дефицит, пациент не ходил, был парализован, и на 12-13 введениях доносумаба пациент стал ходить сам, стал передвигаться, пациент на данном моменте, уже 24 введения доносумаба, способен водить машину. И сейчас нужно понимать, что делать с ним дальше, а все-таки оперировать его или продолжать лечение, и как долго продолжать это лечение, мальчику 20-23 года. Спасибо, Анастасия Алексеевна. Александр Александрович. У меня больше даже не вопрос, а комментарий. Вы спросили, что мы от этого ожидаем. Вы видите, что здесь пациенты, которые получали лекарственную терапию, пациенты, которые получали хирургическое лечение, а на самом деле мы пытались найти популяционные данные вообще в мире, да, и с трудом нашли, сколько их в системе СИРС на Соединенные Штаты Америки, и публикация небольшая скандинавская школа, саркомные группы, и, собственно, все. Поэтому, что происходит на наши 150 миллионов населения, сколько этих больных, что с ними делать, где они должны лечиться, чем, с чего начинать. Вот это и есть основная идеология этого исследования. Поэтому, конечно, у меня большая просьба ко всем клиникам как-то подтянуться, потому что данные пока что плохо обрабатываемы. Я еще раз подчеркну, что это отличное многоцентровое исследование, которое может нам помочь ответить в рамках России, что происходит, и, может быть, экспертные давать свои рекомендации. Есть вопросы, сдачи. Да, даже не вопросы, а больше комментарий. Я просто с точки зрения диагноста. Потому что, на самом деле, для нас пока тоже нет критериев правильной оценки эффекта лечения гантоклеточной опухоли. То есть, мы до конца сами не всегда понимаем, какие нам методы стоит использовать, чтобы оценить эффект лечения. Стоит ли это только делать одну магнитную резону с томографией, или обязательно присоединять все-таки какие-то рентгенологические компьютерную томографию или банальную рентгенографию. На самом деле, бывает по-разному. Иногда реакции на лечение происходят исчезновение солидного компонента опухоли, остаются одни кисты. А иногда бывает так, что все кисты уходят, и все это становится каким-то солидом непонятной структуры. То есть, вот тут нам бы еще тоже бы хотелось бы, если такая возможность будет, и исследования, которые проводятся, которые выполняются для оценки эффекта лечения, мы бы хотели бы, наверное, с точки зрения понять, чтобы набрать побольше материала, чтобы понять, как нам оценивать и более грамотно оценивать эффекты лечения. С нашей точки зрения, в конце концов, от нас же, в общем-то, зависит, что вы дальше будете с пациентом делать. Мы же даем заключение прогрессирования или непрогрессирования, а нам сложно. Поэтому вот как-то такое. Ну, очевидно, животрепещущий вопрос, а у меня вопрос такой, Александр Александрович, Анастасия Алексеевна. Мне очень интересно, помимо гигантоклеточной опухоли в литературе, есть данные, что применяется при ревматоидном артрите, при пигментированном теносиновите гигантоклеточной мягкотканной. А, у детей с гигантоклеточными поражениями лицевой зоны это репаративные гранулемы, фиброзная дисплазия, богатая гигантскими клетками. Вот что-то в этом плане какие-то есть у нас, данные, рекомендации, потому что возникают вопросы, допустим, гигантоклеточный эопулис вокруг зуба, приходят пациенты и спрашивают, а мне показан деносумаб? А я не могу на этот вопрос ответить, а мне, в общем-то, интересно. Вот что вы на это скажете? Такие доброкачественные процессы не входили в зону наших интересов, но, насколько вы знаете, исходно препарат был разработан для женщин в постклимактерическом периоде с нарушением плотности костной ткани. И отсюда, соответственно, наверное, достаточно большой спектр использования его и опыта в неких нарушениях остеогенеза. Это, наверное, лучше спросить не онкологов. Вот у меня таких данных нет, но я с вами согласен, что есть ряд работ, которые описывают использование этого препарата при разных формах, при разных вариантах, так сказать, нарушения остеогенеза. Мы, например, в клинике используем ту же замету при эндопротезировании с точки зрения профилактики вот именно в зоне стояния шейки эндопротеза, ножки эндопротеза. Что лучше, динусумаб или заледроновая кислота, не могу вам сказать. Так же, как и в плане профилактики остеопороза в постклимактерическом периоде. Это, наверное, требует отдельного именно научного изучения. Потому что истеносиновиит, и та патология, связанная с зубом, это наличие гигантских клеток, не остеопороза. Я правильно понимаю? Спасибо. Спасибо большое. Анастасия Алексеевна, позвольте перейти к следующему докладу. Александр Александрович, Анастасия Алексеевна, спасибо за доклад. Вот хотелось бы услышать, выработаны ли более четкие критерии для тактической, допустим, выбора операции, либо это нотайджи-говоризи с демисумабом, либо это протезирование для костей, образующих коленных суставов. Здесь представлены были эти слайды. Что-то более четко определились или нет? Вот когда мы получим все данные к концу 2018 года, когда мы их сможем обработать... Вносите, пожалуйста, данные, тогда мы сможем что-то сказать. Тогда в финале мы это все выдадим в конечном варианте. Спасибо большое. Спасибо.